Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Спасибо организаторам Балтийского форума за очередное приглашение и предоставленную возможность выступить. Я уже седьмой раз принимаю участие в Балтийском форуме. Хотел бы подойти к оценке современных глобальных процессов, отчасти через призму российско-латвийских отношений. Как известно, в дипломатической практике, да и вообще в жизни, очень важно не давать волю эмоциям, адекватно оценивать происходящее и не следовать 7-минутной политической конъюнктуре. В ближайшей исторической ретроспективе примеры такого подхода, прагматичного подхода в наших делах с Латвией имеются. И сегодня госсекретарь Андрис Пилдогович как раз в том числе об этом нам напомнил. Я тоже хотел бы вспомнить, например, август 2008 года, известное событие в Южной Осетии. Поначалу мы услышали очень агрессивную риторику, огульное обвинение в адрес России. Однако тогда нам удалось убедить наших латвийских коллег и в МИДе, и в высшем руководстве страны. Во-первых, проверить факты и оценить ситуацию объективно. И надо отдать должное. Здравый смысл возобладал. Совместными усилиями получилось остановить истерию. Причем удалось не просто сохранить тогда двустороннее взаимодействие на прежнем уровне, но и постепенно интенсифицировать его по всем направлениям. А кульминацией диалога стал весьма успешный. Официальный визит президента Латвии Валдиса Затриса в Россию в декабре 2010 года с подписанием целого ряда двусторонних соглашений. Все это привело к последовательному развитию двустороннего взаимодействия сотрудничества. Немного статистики. Так если в 2007 году Товооборот Латвии и России был на уровне 3,1 миллиарда долларов, то в 2014 году по данным российской таможни он вырос более чем в 4 раза и достиг 13,5 миллиардов долларов. За этими сухими цифрами на самом деле стоят реальные подбишки в развитии экономики, экономического сектора, улучшение качества жизни людей. Это дало дополнительные средства в бюджеты обеих стран, рабочие места, финансирование социальных нужд. Вот результаты торговли между нами. А не это ли является первостепенной задачей любого правительства, любого государства? Ответ совершенно очевиден. Причем, как мы понимаем, российский вектор стал хорошим подспорьем для Латвии в преодолении экономического кризиса, обострившегося в 2009 году. Например, такая важная для формирования бюджета Латвии отрасль, как сельское хозяйство, имела огромный рынок своего соседа для сбыта своей продукции. Кроме того, ни для кого не секрет, что введенный здесь принцип получения вида на жительство при инвестировании в латвийскую бизнес-среду принес ощутимые плоды именно за счет россиян. Кстати, в Юрмале этом можно убедиться, проехав по любой из ее улиц, кто особенно бывал здесь уже не первый раз. И таких приберов взаимовыгодного сотрудничества не мало. Наряду с реальными экономическими благами для наших стран наблюдалось и общее потепление отношений, как принято говорить, формировался позитивный информационный фон в наших двусторонних делах. Однако за последний год ситуация изменилась самым кардинальным образом. К сожалению, под давлением исторических фобий, следуя пожеланиям своих старших партнеров, в латвийском официозе сегодня превалирует, на наш взгляд, ангажированное видение ситуации на Украине и предвзятое отношение к российской тематике. В результате нашей двусторонней связи, по сути, оказались в глубочайшем кризисе за последние 20 лет и фактически свелись к поддержанию технического взаимодействия. Санкционная спираль, раскрученная не по нашей инициативе, принесла негативные последствия для бизнеса всех государств, работающих с Россией. Что именно сегодняшний день? По итогам первого полугодия текущего 2015 года объем российско-латвийского товарота, опять-таки по данным нашей российской таможни, составил 4,4 миллиарда и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 44%. Экономики России и Евросоюза это, конечно, сообщающие сосуды. И война санкций сказывается на экономической ситуации в различных сферах. По официальной статистике, наибольшие потери от санкционных мер несут предприятия пищевой, легкой промышленности, автоперевозчики, ориентированные на экспорт продукции в Россию. Для примера возьмем транзитную сферу, которая дает до 12% ВВП Латвии. Это направление для латвийской экономики не только стратегическое, но и социальное. В этой сфере занято порядка 50 тысяч человек. Их занятость напрямую зависит от потока товаров из России в латвийские порты. По прогнозам Министерства сообщения Латвии, в случае дальнейшего сокращения взаимодействия в транзитно-логистической сфере могут наступить катастрофические последствия. Пока справочно. С 2010 года несколько лет подряд Латвия показывала один из самых высоких переростов ВВП в странах ЕС. Он достигал 4,5%. В 2015 год прогноз Банка Латвии 2,3%. Образно говоря, в результате заморозков в российско-латвийских отношениях, которые у нас были в 90-е годы прошлого века, мы получили ржавеющую трубу нефтепровода на Венспилс. А в результате теперешнего кризиса мы можем получить ржавеющие рельсы железной дороги на российском-латвийском направлении. Хотел бы сразу оговориться, что никаких радостных эмоций по данному поводу мы не испытываем, так как такое положение дел невыгодно и для российской экономики, наших эконом-операторов, которые несут потери от навязываемого противостояния. Однако расчет на то, что России удастся, как говорят, задавить, беспреспективен. Еще в конце прошлого года наши экономики называли разорванной в клочья. Тем не менее, этого не произошло и не произойдет. Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и проходим через полосу трудностей. Прежде всего потому, что экономика России имеет достаточный запас внутренней прочности. У нас сохранился положительный торговый баланс. Растет несырьевой экспорт. Где-то физический объем несырьевого экспорта в первом квартале 2015 года вырос на 17%. Экспорт продукции с высокой степенью переработки в первом квартале составил около 7 миллиардов долларов, увеличившись на 6% в стоимосном выражении и на 15% в физическом. Мы сохранили контроль над инфляцией. Да, она подскочила из-за девальвации рубля, но сейчас эта тенденция идет на убыль. Противируются меры по дифферсификации экономики. Причем, в условиях санкционного происстояния Россия на внешние ограничения реагирует повышением открытости на тех направлениях, где нам не ставят искусственных препонов. Сегодня полным ходом идет поиск новых партнеров, новых рынков, реализация крупнейших интеграционных проектов. Карта глобального экономического развития меняется буквально на глазах. Страны азиатско-тихианского региона, такие как Китай, Япония, Южная Корея, государство ОСИАН, уже составляет четверть мировой экономики. В ближайшие десятилетия именно эти рынки будут основным источником роста мирового спроса на товары и услуги. При всех колебаниях, которые происходят в мире и в политике, и в экономике, эта тенденция неизбежна. Логично, что вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу мы стремимся наращивать связи со странами АТР, устранять барьеры в торговле и инвестициях. Хочу подчеркнуть, активное взаимодействие с новыми партнерами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу, к сотрудничеству с нашими традиционными западными партнерами. Сегодня правильно приводили здесь слова нашего премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако в нынешних геополитических условиях мы отдаем предпочтение новым объединениям, которые весьма эффективно развиваются и являются весьма привлекательными для многих стран. Это и Шанханская организация сотрудничества. Она изначально создавалась для того, чтобы решить приграничные вопросы после дезинтеграции Советского Союза. Но потом пошла дальше и сейчас эта организация является привлекательной туда стремятся уже в многие другие страны. Мы развиваем другие формы сотрудничества, например, в рамках БРИКС. У нас налаживается отношение и в синхронизации действий заинтересованных сторон в граммах Евразийского экономического союза и экономического пояса шелкового пути. В этом плане Китай самый крупный наш торгово-экономический партнер и отношения как вы все знаете хорошо развиваются довольно динамично. То есть суммируя можно констатировать что у России есть куда развернуться в ситуации когда прежний партнер в силу разных обстоятельств политической конъюнктуры в том числе от нас отворачивается. Возвращаясь к вопросу двусторонних отношений и развития международной повестки дня хотел бы сказать прописную истину. Как показывает история урегулирование проблем глобального масштаба возможно только совместными усилиями. Это отчетливо продемонстрируют примеры по разрешению проблем сирийским химоружием и иранской ядерной программой. Альтернативы поиску развязок мирным путем нет еще раз нет. такой подход необходимо проецировать и на другие современные вызовы в первую очередь применительно к украинскому конфликту. Речь идет о важности неукоснительного а неизбирательного как это хочется некоторым выполнения минских договоренностей всеми сторонами. Определенные подбишки на этом треке просматриваются. в последние дни установилось хрупкое перемирие. Сентябрь с первого сентября мы это наблюдаем. Как видим постепенно происходит более объективное понимание процессов на Украине в степени взаимной ответственности сторон за происходящее в том числе и в оценках латвийского руководства. Об этом на днях говорил и президент Латвии. А ведь соблазн решить проблему военным путем на Украине существует. Вот один из сценариев уже озвученный во время юбилейной генассамблеи ООН когда все мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке устроить бриц-крик и за один-два дня раздавить так называемых террористов в Донбассе и Луганске. И наступит новая реальность. Многие скажут это фантазии не имеющие реальной основы. Я тоже надеюсь что это только фантазии неадекватных экспертов. Но я уже говорил про август 2008 года. 8 августа 2008 года подобный сценарий был развернут по отношению к Южной Осетии. Да один из главных организаторов той авантюры господин Саакашвили сейчас изгой в Грузии. Но на Украине он герой и приглашен во власть. Еще одно наблюдение. Последнее время на Украине военное противостояние обостряется как правило накануне весьма значимых европейских и мировых форумов. Нам нельзя допустить навязывания односторонних или еще хуже силовых вариантов решения проблем, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Нынешний миграционный хаос, появление активизации так называемого исламского государства это действительно реальная очень большая угроза международной безопасности. сегодня Европа пожинает плоды своих просчетов политики в отношении Ливии и Сирии, о чем, кстати, за редким исключением особо предпочитает не распространяться. Ну и, конечно, завершить я свое выступление хотел бы не на такой ноте, а на ноте позитивной, вновь подчеркнув безальтернативность решения любых проблем путем переговоров и сегодняшнее мероприятие сегодняшний Балтийский форум как раз есть та отличная площадка представляющая возможность высказать свое видение и услышать хотел бы подчеркнуть слово услышать другие точки зрения по целому спектру актуальных проблем. Спасибо еще раз организаторам благодарю за внимание.